Всем привет! 2020 год был очень странным годом, но помимо всяких неприятных вещей в нем нашлось место и для приключений. Например, из-за полного запрета выезда за границу мне удалось побывать в Туле, Ростов-Великом, Ярославле, Суздале, но самым главным приключением было предложение моего другу Сашке рвануть к морю, но не просто так, а на легкомоторном самолете. Мы сделали это! Один день до моря, друзья! Один день до моря! Ну что, сегодня 1 августа, и я сейчас нахожусь на Болтов дача, и в ближайшие несколько дней будет происходить что-то очень необычное. Мы доехали до аэродрома Грызлова, здесь я красиво прошелся до ангара, вот и сам ангар с нашим самолетом, там, вот Сашка в красной кепке, выкатывает самолет, приходит своими силами. Здесь Сашка произнес непонятные таинственные заклинания, чем-то было похоже на Гарри Поттера. Крэффит офф. Атвентай! Огромный плюс полетов на легкомоторных самолетах в том, что весь полет проходит на небольшой высоте, откуда открываются чудесные виды. Отправились мы не с пустыми руками, а сделали себе хороший кофеечек. Но одним кофе дело не ограничилось, пилот был не против. Атвентай! 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 Так, наша первая посадка в Россоше. Это Воронежская область. Солнце светит, ветер дует. Дальше на юг там начинаются какие-то приключения, посмотрим. Там где-то непогода. Вот. Но долетели прекрасно. Вот тут так мило. И я первый раз в жизни садился на поле, типа. Тут взлетно-посадочная просто газончик. Так, у нас дозаправка. А вот подоспел второй самолет с двумя нашими товарищами. У них чуть медленнее аппарат, поэтому мы их пропускали вперед, но потом все равно обгоняли. Мы справились. Первый лэг. Первый лэг. Вообще успешно. Мы чуть попали в грозу, видели молнию, надеюсь даже сняли ее. А где? Сняли на видео. Привет. Это когда вы западом облетали в Воронеж? Облетели, да. Что-то вы работали прям передатчиком у этого Воронеж района. Привет. Привет. Андрей. Миша. Привет. Да, мы работали передатчиком весь маршрут у Воронеж района. Мы бортов пять отслужили. Здравствуйте. Приветствую. Михаил. Андрей. Очень приятно. Как у вас тут уютно? Очень хорошо. Да. По погоде все отлично. Просто кнопка на старых штурмах. Да. Вот. Все свободно. Все красиво. Вот. Грозин. Там оно так сшито. Вот. Спутник вот эта вот штучка. Вот. Нам нужна Ванапа. Вот. Достигаловская. И тут уже вообще небушка видно. Вот. Так что сейчас мы через полчасика вылетаем. Миша с Сашей отправляются вперед, а мы летим следом. Огромный кайф полета на маленьком самолете это наблюдение за меняющейся местностью. Как из Подмосковья ты постепенно перемещаешься к морю, к совсем другим пейзажам. И это прямо видно сверху. Заркнулась наiden. Это пляquet и большая сайта на сос哪裡. И Фаттуры. Рассажиров customers. Мы сухие она снова об encontр из края солнечcas. Ну что, где мы, кто мы? Мы в Анапе, и мы молодцы. Как посадка? Я вообще первый раз садился с таким ландшафтом. Начало Кавказского хребта. Ой, в смысле, гор Кавказский, да, или хребет. А вот ты, ребята. Ждали полчаса, короче. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Ну и как, как, как? Класс, мы сделали это. Один день до моря, друзья. Вообще. Один день до моря. И вот мы и в Анапе. Первым делом мы как следует поужинали. Ужинали. А на утро я, конечно же, отправился на пробежку. Совершенно случайно оказалось, что в Анапе отдыхали мои знакомые. Я отправился к ним навстречу и заодно окунуть ноги в море или искупаться. Получилось, что мое купание в море совпало с надвигающимся штормом. Картинка была у другого. Доброе утро. Ну что, сегодня понедельник. Мой трип заканчивается сегодня. А парни собираются гнать дальше в Крым. Ну что, вылет в 7.50 согласовал и ростовский центр. Все ништяк. У ребят дальше было масса приключений. Они смогли добраться до Севастополя. Правда, долго не могли вернуться назад из Крыма. Но все в итоге сложилось удачно. Я же отправился в Москву, вспоминая эти выходные, как что-то очень-очень необычное в 2020 году.